Так как бы так, знаете, как-то вот так вот, даже так пальцами поигрывая. Это, во-первых, пропаганда гомосексуализма, я не знаю, возбудят ли против Лисина уголовное дело, когда 18 марта мы пойдем к урнам избирательным. Вспомните этот ролик и эту шутку и проголосуйте правильно. Здравствуйте, это Максим Шевченко и хотелось бы мне поговорить об изнасилованных трактористах и доярких, которые могли бы быть вместо этих трактористов, но эта жуткая история случилась не в реальности, слава тебе Господи, а в сознании российского олигархата, который не постеснялся в лице одного из людей, которые, как говорится, завладели в 90-е годы самым современным советским металлургическим предприятием, Новолипецким металлургическим заводом Владимира Лисина, быть рассказанной президенту России. Собственно, когда вот я это смотрел, я просто не верил своим глазам. Вот сейчас вы это посмотрите и вы знаете, что это не актеры загримированные, а что это реально происходит перед лицом главнокомандующего, президента Российской Федерации, человека, который отвечает за судьбы страны, за 140 миллионов людей, который ведет переговоры и так далее. И вот пришел миллиардер Лисин, в зале сидят, посмотрите на их физиономии или рожи, по-другому просто назвать не могу, скажем так, флагманы российского бизнеса, тоже посмотрите, какие физиономии. И вот, что он рассказывает, Лисин, перед всей страной и перед президентом. Колхоз идет в собрание, председатель говорит, что вы знаете, у нас проблема посевная на носу, а кузнец запил, запил кузнец, надо что-то делать. Ну, какие есть предложения? Ну, поднимается, самый продвинутый говорит, давайте его отправим на лечение. Он говорит, ну, какое лечение? Посевная на носу, кто будет ремонтировать один кузнец, все, пропали. Ближе нет. Какие еще предложения? Кто-то говорит, давайте его лишим премии квартальной. Он говорит, ну, да, трое детей. Он сейчас просто пойдет в соседний колхоз, и мы тоже потеряли. Один же человек, вы что, дайте что-нибудь получше. Он говорит, давайте морду набьем. Ну, ребят, вы что, 40 лет мужику набить морду, он просто развернется и бросит свою работу. Вот так же тоже нельзя. Ну, тянется рука, говорит, а давайте его изнасилуем. Ну, председатель, разумеет рука, и вы что, с ума посходили? Что за предложение? Ну, тянется вторая рука, говорит, а давайте изнасилуем тракториста. Он говорит, почему трактористы? А у нас их двое. Ну, мы иногда таким образом принимаем решение. Я вам сейчас и расскажу конкретный пример. Из нашей практики. Значит, все прекрасно понимали, что у нас строится... А Володя, а Володя, ну, сказал бы продоярку хотя бы. Ничего не знаю. Что ты сейчас... Куда вас тянет? Ну, короче, я не успел дойти. Понятно, что в голове Лисина просто вообще нету никакой моральной рамки. То есть, вот так просто, нагло, со своего олигархического подиума, как бы кичать своим богатством, так как бы так, знаете, как-то вот так вот, даже так пальцами поигрывая, изнасиловать трактористов, описать народ, колхоз, между прочим. Колхоз. Заметьте, тут есть принципиальная антитеза, которая самим временем как бы создана. Кандидат от оппозиции главный, Павел Грудинин, представитель совхоза. Совхоз это не совсем то же самое, что колхоз, но технология обсуждения полевых работ, работ примерно та же самая. В то время как Грудинин показывает всем совхоз, которым заботится о людях, Лисин описывает совхоз, вот сельское хозяйство, как место, где люди всерьез будут обсуждать изнасилование трактористов. Конечно, вы можете сказать, что это анекдот, это шутка, но вы знаете, у каждой шутки есть рамки пристойности и непристойности. Есть такие анекдоты, которые мы все с вами знаем, которые, наверное, все-таки мы не можем произносить при женщинах, в публичном открытом месте. Но, конечно же, про народ можно, потому что эти люди, сидящие в зале, подчеркну, кроме Путина, потому что он был единственный, кто смутился. Это было видно по лицу Путина. Вот он попытался доярку эту вот сказать, ну вы бы хоть доярку, потому что, по крайней мере, понятно, что сексуальное отношение с мужчинами, это, во-первых, пропаганда гомосексуализма. Я не знаю, возбудят ли против Лисина уголовное дело, будут ли его допрашивать на предмет возраста этих там трактористов, понимаете? Потому что пропаганда гомосексуализма, она вообще-то в России запрещена, тем более открытая такая. Так как Лисин сказал, отвечая на, как бы, такое смущение Путина, что он еще не дошел туда до конца, то есть, очевидно, сам он еще не пытался изнасиловать трактористов, то, собственно говоря, надежда еще есть, что все-таки он, может быть, осознает, что он сделал. Но нам это показывает, конечно, огромную бездну, огромную пропасть между олигархатом, между теми, кто ощущает себя хозяевами жизни, хозяевами страны, и этими трактористами, доярками, военными, солдатами, офицерами, студентами, огромной массой людей, которые, собственно, и являются народом. Вот посмотрите в этот зал, эти люди не народ, это антинародная группировка, которая издевается открыто над народом, вышучивает над народ, который ощущает себя настолько комфортно и настолько нагло, что оскорбляют президента Российской Федерации, в его присутствии рассказывают такие вещи, это невозможно рассказывать такие анекдоты, ни в Америке на приеме перед президентом, ни во Франции, ни в Англии, ни в том мире, к которым они так якобы стремятся, к которым они так кичатся, они говорят, мы хотим, чтобы Россия была Европой. Дорогие, так не рассказывают в Европе похобень в серьезных политических кругах. Ваше лицо, точнее мурло, которое вы показали вот этим всем, это то, что нам надо запомнить. Когда 18 марта мы пойдем к урнам, избирательным, вспомните этот ролик и эту шутку и проголосуйте правильно. Еще раз подчеркну, к чести президента Российской Федерации он был смущен и сказал, вы, Володя, куда-то не туда идете. Лисин так и не понял, о чем речь. А у меня родился в голове анекдот. 2000, допустим, 25-й год. Лесоповал. На Лесоповале уже несколько постаревшие работают Лисин, Чубайс и Мордашов. И перекур, бригадир отошел, и Мордашов говорит, когда я был олигархом, я владел череповцом, и мой завод под Москвой дымил, как хотел. Вот это были времена. Чубайс говорит, когда я был олигархом, я говорил о том, что в России должен быть капитализм, и что каждый должен иметь частную собственность. А Лисин помалкивает, а ты, Володя, что делал, когда был олигархом? Лисин так смущенно поднимает глаза, говорит, а я рассказал, анекдот произносил у трактористов, и теперь здесь в лагере должен работать постоянно на тракторе. Ребята, мне это не доставляет никакой радости. Пусть кто-то сочтет этот анекдот угрозой и распространением социального экстремизма, Но, честно говоря, это тоже анекдот про то, что олигархи, издевающиеся над народом, должны познать в полной мере всю меру гнева и презрения этого народа. Я лично надеюсь, что так и будет. И в этом гневе и презрении я вижу дальнейшее развитие нашей с вами несчастной, изнасилованной олигархами страны. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube канал.